Девушки отдыхают Девушки отдыхают ЛЖД тратит резерв Вот они и решают Как стоит поступать Все-таки забаним Агнуса Время банить С командой Зенит Не удивлюсь Если забанить Никсарас Такое дело Зенит тоже тратит время Обсуждает Думает что делать Здесь можно Возможно Есть какие-то Другие приоритеты Шадоу Дем Хм Как ни странно Забаренный Шадоу Демона Подожди Надо брать То есть это Никс Ассайсин Скорее всего Возможно Возьмут кого-то другого Но сейчас мы это узнаем Лайфстилер Неплохой кандидат Тоже на первый пик Сразу берет Ландруида Никса Само собой Зенит Они понимают Что раз им это отдали То Стоит пользоваться Хитрый от Зенит Не зря Забаренный Шадоу Демона Так Ну и дожди Призадумались То есть надо брать Кого-то саппорта Надо брать Кого-то на мид Посмотрим Кого сейчас Будут разбирать Возьмут ли они Опять Квин оф Пейн В этот раз Кипер оф Злайт Бремастер Посмотрим Кто будет играть На Бремастере Пустит ли на мид В этот раз Сявайт Либо опять пойдет Дзи Сим Очень даже Интересно Так Ну и Зенит Понимаешь Что здесь Такой тоже Тимфайт Ланап будет Учитывая что Есть Бремастер Будет Прайма Сплит Возможно Даже кого-то еще Возьмут То есть можно Например Лайфстиллер Кипер оф Злайт Плюс 1 Послать Воевать Против Трилейн Ну и поставить Какого-то Сильный устал героя Зенит Берут Джиггернаут Посмотрим Будет ли это Хардленер Джиггернаут От Айс 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 Опять Все это мы Скоро очень узнаем Так Ну и начинается бан И ЛЖД видят Что есть Джиггернаут Что Эникс Ассасин Понимают Что Зенит Играли Джиггернаутом В Хардлене Скорее всего Смотрели они Реплеи Понимают Что Никс Может пойти на мид Может пойти на любой Соло лейн В принципе Может посаппортить Вместо этого Ну и в принципе То же самое Лондроид Может хоть в лес уйти Хоть на мид встать Мы видели в прошлой игре То есть здесь лайнап В принципе Не очень-то понятный Непонятно Кого банит Понятно Что надо забанить Как минимум Одного саппорта Какого-то А вот кто еще появится Неизвестно То есть может Появится кто-то Кто пойдет на мид Могут вместо этого Взять еще одного саппорта Банит Бэйн Для начала ЛЖД Но и сейчас они Примерно начнут догадаться Зенит Отвечает сайленсером ЛЖД Перезадумались Думают Что бы это могло значить Что может быть Взято После бана сайленсером Может возьмет Какого-то комбо героя Еще Какого-то кастера Например Того же самого Тинкера Банит Чена Для начала Время банит Зенит Банит Рубика Намекает Зенит Не знаю То ли нарочно Заманит На какие-то баны То ли Специально Это делает Что-то Всерьез Они банят То есть они Дают понять Что будут какие-то Гигантские ультимейты То есть это Чуть ли не Блэкхол Такого масштаба И так далее Поэтому Бали забанен Сайленсер Бали забанен Рубик Чтобы он Большой ультимейт Не воровал Но возможно Это Какая-то Ловушка От Зенита Неизвестна тем Что Очень хитро Себя ведут На драфтах Лонгдиди Задумался Вот он думает Кто это может быть Учитывая что Рубик и Сайленс Разобанены Самих в принципе Избирем мастер Вот их Зенит Поставили в тупик А да Тинкер Уже забанен Извиняюсь Я предвещал Тинкера Но Он первым баном Был от HD Прекрасно знаю Что ямты Отыграть на тинкере Весьма-весьма Неплохо Ну Основной вариант Это конечно Энигма Но как-то я не уверен Что она здесь Попадется В лайнап Банит Кэн оф Пэйн На всякий случай Время банить С командой Зенит Леон Ну Посмотрим Что возьмем Зенит Мне уже Смому интересно Ей-богу HD Надо брать С какого-то саппорта Вот саппорта Как раз Забанили Сейчас Зенит То есть Здесь С дизейблен Проблемы Рубик в бане Леон в бане Бэйны тоже Забанили Никс У самих Зенит Шадо Демон Был вторым баном То есть Прямо-таки Популярных саппортов Не осталось То есть Таких вот Кто может сразу же Поражать кнопкой И Кинуть дизейбл Подожди Стоит Перезадуматься Киперов Лайт Это конечно замечательно Но вот именно В плане дизейблов У него Небольшие проблемы То есть Надо брать Какого-то стайнера Надо брать Стайнера Желательно с АОЕ Станом Но в то же время Со станом Быстрым Вместо этого Берут Шадо Шамана Решает обе проблемы То есть Во-первых Есть АОЕ Есть Пуш потенциал С Массерпент Ворс Тоже физическое АОЕ Ну и Два дизейблен Как раз Point and click То что надо То есть Хватать Поцеплять будет А там уже Будет разбираться Его друзья С жертвой Дизейбл конечно Не АОЕ Плюс Очень много Манны требует Но кипровзлайт Эти проблемы Решает обычно Так Ну и зенит Кто у них Здесь будет Такой Такой хитрый Сплэкастер Что ж Забальный сайленсер С Рубиком Под это дело Пошел уже Резерв Понятное дело Что нужен Хотя бы Один саппорт Еще Можно взять В принципе Того же самого Лишака Можно и взять Почему бы и нет Мирана Мирана Интересно Сейчас посмотрим Как будто Мирана отыгрывает Насколько я помню Кто-то даже банил Мирана против Команды Зенит Вроде бы Даже команда IG Если честно Не уверен Ну сейчас Будет интересная игра Ну не знаю Против нее Либаня То есть Мирана Действительно Тоже такой Полосплэкастер У нее очень много Урона Старшторма Стрелы воровали Б если тоже Было бы неприятно Лансер Лансер от ЛЖД Хм Лансер будет стоять Соло А эти ребята Пойдут воевать Три лейна Судя по всему Баримастер Пойдет на мид Зенит это понимает Вот им сейчас Надо придумать Как поставить Свои лейны Посмотрим Кто куда пойдет Кто на мид Кто Воевать с лансером Против лансера Желательно Поставить конечно Три лейн Прогнать его От фарма Не давать им фармить Но это будет Значит что Лайфстиллер Будет на фри фарме Скорее всего Он останется Один на один С кем то Лансер Само собой Сразу Призовет к себе Саппортов И там уже Будет воевать Осталось минут 15 Лжди Опять сыграет надежно Что у них Два основных героя Два рэдхликера Если один не нафармит Нафармит другой Насчет тимфайтов Есть баримастер Есть шаду шаман Своим дизейбл Своим вардами Кипер взлазит Своим ауе В то же время Особо прям таки Пуш потенциала Помимо ультимейтера Асты Помимо Иллюзии лайнера Какого-то Прям таки Пуш или нет Здесь есть лондруид Можно еще добрать Например Тоже самое Лешака И все будет Совсем хорошо Как на трилейне Так и на пушах То есть Зенит могут попробовать Просто продавить Пока у лайнера Ничего нет Пока Ничего нет У ластера Шторм спирит Вот это уже интересно Собственно Вот про него Я думал Когда забальный Сайленсер То есть основной Пожалуй Враг Шторм спирита Но как-то Не совсем понятно Как Какой лайнап Здесь будет Потом уже взяли Мирану Ну и собственно Со всем Теперь стало быть Понятно Но сейчас посмотрим Шторм спирит Скорее всего Пойдет на мид Лондруиды Можно пустить на топ А Мирану Отправить Релейнить Хотя там Так Кто там еще Это был Ей богу Ладно Давайте смотреть ЛHD интернешн Страна Резиент Сайдер Фантом лайнсер Йоу Лайвстиллер Все Это Кипер Отлайт ДДС Брюмастер Лонг ДД Шадо Шаман Раз Страна Зенит Ассасис Лондруид Ассен Ассасис Миран Экс Фридом Джаггернаут Ну и собственно Не хватает только Штормспирит И Ямотех Ямотех Пойдет Штормспирит На мид Лондруид Ну сейчас посмотрим Куда отправиться Скорее всего Воевать Лайвстиллером На топе Посмотрим Будет ли там Лайвстиллер Вообще То есть Здесь по лейнам Сейчас Покажут нам Команда То есть В идеале Йоу идет на топ Сайдер С трилейном Идет Идет на сейфлейн Ну и там Пытается фармить Пытается гонять Мирану Мираны Мираны Есть саппорт Нексасасис Но вот помимо этого Как-то ничего Больше нет Есть Экс Фридом Джаггернаут Саппорт Джаггернаут В принципе Уже один раз брали Саппорт Джаггернаут И Зенит То есть Я ничему не удивлюсь Приходит Ям Так забирает Своя штурмспирит Надо Отжимать Пауза Пока что Команда Не пишет Гогол Сейчас он прогрузится Пока что Ну В принципе Саппорт Джаггернаут Задача Нексасасис Попасть в стана Он попадает Импейлом Моментально Вылетает стрела Еще больше стана Еще больше урона Летит Старфол И Джаггернаут Крутится Блэйдфиро Вот они похоже Пойдут сейчас Так и воевать Лондроиды Отправляют На топ Действительно Здесь будет Очень даже Интересный Трилейн Будет весьма Занятно Посмотреть на это Подожди Идут все В свой лес Они представляют Что будет Происходить Очень мне даже Любопытно Как они будут Пытаться избегать У стана У импейла Достаточно длинный Ренж То есть Если он кого-то Поцепляет Это скорее всего Гарантированный Труп Как только Все получают Третье уровни Как только Появляется Второй Старфол Как только Появляется Второй Блэйдфири И так далее Второй стан То есть Как только Начнет хватать Урона На первых Урон Скорее всего Не хватит Летит стреларе Стрела попадает Сайвер На Сайвер Набегает Эксфриден Но сейчас Уже стан пройдет Нет не пройдет Еще один стан Ахаха Говорит Джаггернаут Крутится Блэйдфири Сайвер убегает Наступает На Айса Никтос Айс Надает Ферстблат Поторопились Зенит Замечательно Себя Павел Лайнсер Он вкачал Сразу же Он не качал На первом урне Ничего Он вкачал Доплволк Когда на него Инициировали Хоть здесь поставили Сентривар Он умудрился Убежать За ним Джаггернаут Гнаться не стал Он понял Что проседает По хп Ну и там уже Никс Не оказался В гуче событий Там просто В него все раздали Дали Заршок Дали Тандерклэп Вот урон С тандерклэпа Сто урона Оказался Критичным Судя по всему Но и ДДС Сразу же Покупает бутылку Ферстблат забрал Крипов Не успел Немножко заблокировать Но не сильно Расстраивается Ямата 460 золота Не покупал Даже танго Он купил Четыре веточки Ну и бутылка У него появится Еще до второй минуты То есть он Урон будет Пытаться забирать Ну приходит Здесь начинает Воевать Две панды Бремастера Шторм спирит Напомню В первой дось Он был Пандой Здесь он Какой-то толстый Мексиканец Ну и Айсайсайд Все-таки Хардлейн Всего отправляют Из-за того Что они погибли Отдали ферстблат Они не стали Здесь воевать Если бы ферстблат Забрали сейчас Зенит Скорее всего Они пришли К Сайверу Начали угонять Но Не пошло Немножко Я выходил Невидим Наконец Показывает себя Ну и начинает Воевать Просмерка У них здесь Более-менее Один на один Потому что Саппорты здесь Делают Стаки Делают Отпулы Достаточно Много стаков То есть два стака Одновременно Сделали Скорее всего Их кто-то Будет забирать Посмотрим Кто В принципе Могут Как Мираны Так Шторм Спирит Так в принципе Даже сам Джаггернаут На них крутится Блэйдфири Давайте посмотрим Будет ли он это делать Все там приходит Заходит Кэмп Покрутился И в принципе Сейчас уже Получит второй уровень Скоро Дорезает Оставшихся крипов Такой джанглер Джаггернаут Получил второй уровень Вкачает Хеллингвард То есть Теперь он сможет Еще отпеваться Не удивлюсь Если бутылку купит Есть одно Клэрити То есть Пока что Живет Шесть лосхитов Уже У Яма Теха Добилась Нет не добилась Седьмого крипа К сожалению Но тем не менее Десять лосхитов Уже И у ДДС ДДС замечательно стоит Замечательно фармит Каждый раз К нами не приходит Все таки поменялись Они окончательно Судя по всему Ролями Учитывая что Все лейт Не играет На бремастере Основной вопрос Лишь как Отстоит здесь Мирана Как она будет полезна Потом в мидгейме Приходит Ява Смотреть что там происходит Получает Моноберн Но здесь фрифарм Само собой У лайнсеров Никто этому Помешать Особо не может Если он дроид Вводит своих хребов Потом кусает Кипраузлайта Получает Вот из Зайца Бертланс Немножко проседает Осталось только Салю из регены Ну и лондроид Первый уровень Всего лишь 80 опыта Им надо Как-то продолжать Связать скрипов Иначе он Может оказаться Нонфактором В этом матче Ну не то чтобы Нонфактором Фарм лондроид Обычно находит Где угодно Если что Переместиться в лес И так далее Но тогда будет Проседать твера уже В принципе уже Подходит достаточно Близко к таверу Набрасывает ему Продолжает Перекланс Не стесняется Сайлер Он понимает Что ману Будет восстанавливать Сауэйд То есть он может Просто спамить Спиритланс И лондроид Слоины выгонять Лондроид Потрасил салю Потрасил Последний реген Медведя везет Фонтан Подхилиз Так Здесь шторм 11 скрипов 2 дна Есть бутылка ДДС 13 скрипов 2 дна Ждет свою бутылку Тоже Уже есть ботиночек Ну и Яу Яу в принципе Пока что фармит То есть его даже Саппорты не гоняют Саппорты пока делали стайки Ну не то чтобы саппорты Здесь еще и джиггернаут Такой полуджанглер Полусаппорт Сам третий уровень Но не хватает ему Немножко мана Сейчас он будет делать Саппул Судя по всему Раз такое дело И потом сделает Двойное вместе С Айсом Мираны 21 скрип Она Пытается догнать Сайлера по фарму Отстает не так уж и намного Посмотрим как они будут Обыгрывать Мирану То есть здесь можно Сделать очень много Интересных комбинаций То есть заходить С ее ультимейт С Moonlight Shadow Прожимать Вбегать Всем быть невидимым И из ниоткуда Начинает убивать всех Пускать интересные стрелы То есть герой Очень даже активный Прыгучий Наблюдает Как все будет разворачиваться Пришел Испажок Ману Лайфстиллера Так ну и в принципе Скоро можно начинать Его гонять Здесь пушить его лейн Здесь Застоялся Активно убивает Крипов Ману Меркл Не тратит на Старфол Он понимает что Ману может пригодить Старштор Старшторм Старшторм Так ну и Прилетает Кто прилетает Прилетает Сявейт Собственно Кипер офлайт Он сейчас Задует Один иллюминейт Отпушит моментально Все обратно Вот он все отпушил Залит сейчас маны Для Яо Три секунды Кулдауна Заливает себе Ну Яо маны В принципе И так хватает уже Поставил здесь Энтри Начинает саппортиться В общем-то Все Вейд понял что Если отпула В принципе И раз то поделать То есть ему заняться В принципе нечем Почему бы и не постоять Не посаппортить Своего друга Яо На топлейне Который в принципе Так не сильно обижает Ну вот Начали подпушить Тауэр Собственно Поэтому и прилетал Ямутов За ботинком 18 крипов 24 крипов ДС ДС Начинает Вырваться Вперед По крепостату Посмотрим что будет Так он даже Ультимейт Недавно потратил Ультимейт Видимо на нее Нападал Шторм спирит Ага Бремастер Он убивал Шторм спирит Как-то я просмотрел В этот момент Пока мы там Смотрели что будет Происходить С лайфси дилером К сожалению Упустили Ну понятное дело Прайма сплит Пока у шторм спирита Нет шестого уровня У него до сих пор Нет Ему нужно Посмотреть Погибает один крип Получить немножко опыта Для того чтобы Ультимейт был Лайтник Ультимейт Неизвестимость Лондровид Скади забрал Невидимость Так ну и шторм Приходит Получается Шестой Ну и теперь уже Его так просто Не убить Пока что не вкачивает Канец вкачал Был Лайтник Неплохо Подловленный момент Стоит отметить Бремастер Не пожалел Свою большую кнопку Заганкал Шторм спирита Это того действительно Стоит Меркл Получил один Луминейт Уже не хочет Здесь больше Стоять фарм Есть трасса Салева Последний реген Если еще один Луминейт поймает У него будут проблемы Конечно есть у него Эскейп Он может упрыгнуть Липом Но Лип первый уровень Там расстояние Слишком большое 630 То есть если его Хорошенько замедлит Лайфстиллер Может попробовать Потом еще догнать Покусать немного Но сам собой Бьет навряд ли Медведь продолжает Водить здесь скрипов Так а здесь похоже Приходит ганкас Нет мимо проходит Просто джиггернаут Ям так Стоит фармит Мимо пробегает И все Он хочет поставить вард Поставил вард Теперь будет всегда Вижн То есть будет видеть Брюмастер Если к нему кто-то приходит Айс Все еще второго уровня Айс Айс Нет Были здесь небольшие проблемы В лес он не уходил Он охранял Тауэр Тауэр охранял Замечательно То есть здесь Вышка просила И нанесли всего Один удар Можно сказать То же самое С вышкой на топе То есть Неплохую работу Проделали У Зенит Тауэр просил Побольше даже Так Ну и вылетает Брюмастер 2200 То есть ему хватает На блин Похоже он рашил блин Вопрос лишь в том Будет ли хватать маны 351 монопула Получил 8 уровень Но похоже Кинул единичку в статы Учитывая что 7 скиллпоинт Точнее 7 7 очков Врошено в скиллы Как раз немножко Монопулу поднял себе Статами То есть появляется У него блин Это 75 маны 125 маны Прайма сплит 150 Андерклэп Желательно еще и пару раз Топнуть То есть На все точно не хватит Надо будет Отпиваться Либо бутылкой Либо стик прожимать Либо Доделать сперва Аркан Сейчас мы это узнаем Что он выберет Ну в принципе На этот случай Есть кипер от лайт То есть Влететь 75 плюс 150 То есть Влететь до этот Андерклэп Для начала Потом поражать Прайма сплит На этом маны хватит Хотя в принципе 275 плюс Плюс 75 А ну ровно хватает То есть 350 маны Им надо иметь Полный монопул Чтобы Сделать Идеальную комбинацию Ну и как сложится Уже маны Не будет ни на что хватать То есть Нужен будет Кипер от лайт Ну так вот 2-0 пока что Счет Лжди Забирали Который там пытался Джанглить Пытался как-то Что-то делать Кипер от лайт Тоже четвертого А ну в принципе Не х5 уровня Проблема это Шторм Шторм 7 8 Точнее на уровне Уже прям таки Обгоняет Ебре мастер Сколько он даже Больше чем на уровне На мирана Миран тоже А ну в принципе Здесь лайфстиллер Пятый Я думаю Миран тоже Немного отстает Но нет Лайфстиллер Хоть стоял здесь Соло Он опты Не так много Наполучил Как хотелось бы Бремастер Таки покупает Блинк Он Понял что Успеет дофармить Потом и Арканбут И Мэджик Ван свой На какой Треген Отпивается По пути Пока что не отпивается Но сейчас начнет Уже пора бы Постоял Подождал Пока Пройдет Треген От бутылки Допил Последний клоток Забирает Треген Так Ну и Откатился у него Прайма сплит Вот блинк Да игре есть Можно что-то сделать Сейчас я думаю Он дофармит Свой Мэджик Ван Сперва А потом Принесет себе Телепорт И что-то Придумает с этим То есть он Куда-то прилетит Откуда прилетать Не совсем понятно Здесь саппорта Проражали смок Пошли искать жертву Джаггернаут Четвертого Пятого Никс Они видимо Хотят найти Какой-то саппорт Например Того же самого Раст Который здесь Делает отпуск Со всех сторон Ага Раст видит Айса Хоть поражала Невидимость Луна Но здесь еще и Медведь Поставил Лонг Дизи Лонг Дизи Похоже что погибает Килл Сдается Джаггернаут Луна Немножко не затаймил Ультимейт То есть все-таки Увидел Раста Никса Но там уже Спасти не было К возможности его Но несмотря на это Фантом Лайтер Нашел ответный килл По пути Накидал спиритланцев Лондроида И вторым спиритланцем Его добил 1600 золотого Сайлера Давайте смотреть Нетворс По Нетворсу Первый Брэмастер Точнее Первый уже Сайлер Вот они поменялись Только что местами Второй Брэмастер Мирана На третьем месте А вот у Штарма Совсем плохо с фармом Он погибал один раз У него 40 крипов У ДДС 48 Собственно Из-за этой смерти У него такие проблемы Что он Отдавал килл Панде Приходит вон к ДД Ну и теперь Штарму Надо будет держаться Аккуратнее Ява хочет доделать Себе фейсбуд Судя по всему Уже несет Блэдзив атак Здесь уже Фейсбуд есть Ну он в принципе Готов драться у нее С Блотинком Поднялся ему спид Он готов набегать Поедать людей Достаточно лишь Чтобы саппорты Им кого-то подготовили Поддержали То есть можно Попробовать найти Какой-то опенинг Прийти все на топ Вот собственно Перемещается Раста на топ уже Выходил туда ДДС Но утянули урону Штарм нашел Дабл дэмэдж Но к сожалению Бутылки На тот момент У него не было Из-за этого Дабл дэмэдж Включается сразу И скоро пройдет То есть На топе Все еще можно Как-то обыграть Ситуацию Ну РД не торопится Они понимают Что безопасный фарм Им важнее чем Какие-то драки Ранее навязывать Не нужны Я укупил Светилипорт ДДС Вкачал два уровня Между прочим Дранк и Броллер То есть у него Теперь 15% Шанс крита 15% Шанс вернуться От автоатаки Может неплохо Помочь ситуации Штормспиритом Будет Должить его Удары с оверлодом Достаточно А ну здесь Один уровень оверлода Как ни странно Макселл стать Кремнант Штормспирит Видимо понимал Что у него Проблемы с фармом Здесь Монокос становится повыше Но побольше урона АОЕ Достаточно странный билд Но Шторм понимал Что с металл Не уйдет еще долго А вот АОЕ урон Для того чтобы добивать Крипов Пропушить лейн Ему действительно нужен Можно было Получить АОЕ урон С оверлода Но его там поменьше Приходилось бы Трать чуть побольше Маны За два стать Кремнант Расчищать крипов Вместо одного Нападает Нападает Раста Дал Хексик с Фрейдом Нападает на АС ЯО отлично подложил стрелу Он очень вовремя Поражал рейдж Вместо этого Стрела уходит никуда Подержали шахтан Ну и как-то очень неловко Получилось что Все дизейблы пошли В одного персонажа ЯО заагрался на другого И как-то они В разнобой так Всех покусали И разошлись Подраться не получилось Как минимум Сами выжили То есть там стрела летела Прямо в нос У Сайдера Д900 Можно сказать 3000 Сейчас будет Ага Шторм утянул похоже Нет не утянул Бремастер получает инвиз А Шторм остается без мана почти Здесь идет еще и Курьер ДДС прожимает Невидимость Шторм улетает Шторм понял что он погибает Там он видел Вардом что идет Сайдер Вардайров Ну дожди Раз Шторма нет То Надо вставить уже Массерпент Вард Здесь бегает Икс Ридом Вызвался Хеллинг Вард Но За дефт ему не дает ДДС ДДС дает ему понять Что у него есть Блинк Дайгер И Он может если что Потратить ультимейт И просто убить Эту Джиггернауту Сам собой есть Блэйд Фири Джиггернаут сам лезть не хочет Пробует поденать Поденать не получилось Вышка достается расти Шедо шаману Пока это происходит Сайдер размножился Здесь немножко на бот лейне И начинает повырять Бот тауэр Примещается сюда Ландруид А сейчас с 5 уровнем Пока что 6 даже не получил Можно попробовать Покидать ему пару спиритланцев Пока он без ультимейта Но Сайдер отходит Пауэр трейд есть Есть 3600 Видимо Хочет доделать свой радианс Ну учитывая Что достаточно ранее Радианс будет Очень даже будет серьезно Люди будут Рассучать крипов Можно рассылать их по лесу Фармить лес при этом Конечно С атак спидом Проблема То есть люди будут Бить не так быстро Как хотелось бы Размножаться будет Помедленнее Сайвар Но Это Очень быстро Решит То есть фарм Он найдет очень быстро С радиансом Ну вот так 14 минут матч Еще 3-1 пока что Ох как запрыгнул Меркл И сразу же лагает Подлагал немножко Дота Меркл Чуть было не погиб Он впрыгнул в крипов Перепугался Бежит Отпивается Впрыгнул Очень даже неудачно Судя по всему Делает шедо блейд Какой свежий клеймер Госс Вылетает Видимо Подлагал Дота ТВ Ага Здесь ходили Всех искали Находят Айса Он прожимает Виндетта Моментально Поражал Просветка Дали хекс Найти бы его Пошел он не слышит Ну и Икс Фрейдом Убивает Раста Бодиблок Бодиблочный Немножко Раста Да Стиллер Прожимается Прайма Сплит Но здесь Все уже В рассыпную Поражал Ультимейт Мирана Да Само собой Было только На Никс Асайсене Он уже пропал Приподняли Медведя Расходится Не получилось Затаймить стрелу Меркл Понимал Что сейчас Сложится Бремастер И В принципе Если бы На полсекунды Попозже Пустил Он попал Бремастера Но тот Упрыгнул Блинком Уже Скорее Он упрыгнул И так Ну Такой странный Смог Произошел Что Никс выживает При этом Блокирует Лайфстиллер Немножко Расту Раста Погибает От Блейдфири Здесь Влетает Нападает На Матеха Не Он так Начинает Бежать Получает Криты По 180 Отбивается Обратно Делает Оркет Само собой Купил себе Две робов Мажей Ну и Надо будет Доделать Скоро Уже Управляет Бутылку Мирана 700 монет Ринга Факвила Мэджик Вант Клемер Есть еще и бутылка Там летает Как раз курировать Я смотрю Никс Поденайл Тауэр Пытался Сайвера Запушить Но здесь Никс Никс Испортил настроение Судя по всему Сайверу Сайвер Разможился Отправлять Свою иллюзию Есть уже Сакрит Рейлик Ну и осталась Минута Появится Рейдинс То есть Рейдинс Будет Минут на 17 И это Очень даже Неплохой Тайминг Учитывая Что у нее Еще и Пауэр Трейс 7000 Нетворца 15.53 Not bad 113 Крипов Го-го Вроде сказали Го-го Вроде бы Никто не отжимает Ява Продолжает фармить Ява Особо нигде Не участвует Вот он приходит Смотря что здесь Происходит с Раст Раст погибал Он ему помешал Даже немножко Такое иногда Случается Здесь Все Не предвидеть Вроде были у него Фейсбутс Но видимо не прожал Ну и копит На свой армлет Как только появится Армлет Можно будет уже Начинать набегать Киперов Стоит Задувает Одновременно В два кампа Попадает Элиминейтом Ну и защищает Одновременно И сатиров И Легкий кэмп Получает золото Осталось 5 сотен Все осталось До рецепта на Амеку То есть Скоро появится Как раз Родианск К этому Время Появится И Меком Это будет Совсем Хорошо Хватает В принципе На ресет Уже Он его покупает Несет к себе А здесь Видимо решили Зенит Что пришла Параза Пушить Смотрит На Топ Тауэр Топ Тауэр Тауэр Зенит Тауэр Все прекрасно Параза Тауэр Все поправили ДТ Покупает Поинт Бустер Аркейн Бустер Он так Не доделан Но полагается На Кипер Углая Это все Что Мана Всегда Будет У него Все Надо Продолжать Да Действительно Продолжать Пускать Эллиминейт Продолжать Отпушить Лейн И как раз Он сделает Меку Ему надо Дать Приоритет Сейчас по Золоту Пока нет Меки Ему надо Отдавать Немного Фарма Даже Один Лейн Дали Шторм Спирит Второе Блин Став Доделал Осталось Пять сотен До Собственного Рецепта Появится Оркет На кого Он его будет Кидать Давайте подумаем Первый Кандидат Само собой Бремастер В то время Как он В Прегвит Еще не Поражал Ультимейт После того Он поражал Ультимейт Уже С ним Ничего Не сделать Он ходит Кидается Камнями Во всех И тогда Приоритет Для Оркет Уже Лайфстилер Который Будет Прожимать Свой рейдж Если кинуть Ему Сайленс Он рейдж Не прожмет Некоторое время Можно попробовать Его Убить Ну и Само собой Растен Который Обладает Множеством Дизейблов Ставит Варды Свои В целом Неприятный Персонаж Весьма Короткий Кулдаун Эйзершок Восемь секунд Всего А урона Хватает Приходит Смоки Прикрывает Сайдера Сайдер Формит Делает вид Что он здесь Один Вот он Начинает Подпушивать Сейчас Кто-то Пролетит Спасать Ставится Массерпент И Начинает Его убивать Миран Поржал Ультимейт Здесь мало То что Центры Поставили Так еще И даст Поражали Когда понял Что он Уйдет С педренажа Сентроворда Сюда Сразу Приходит Айс Икс Фридом Есть Виндетта Есть Омнислэш Омнислэш Еще первый Но похоже Ничего Не сделают Они ждут Надо Попробовать Убить Кого-то Отбегающих Нет Здесь все Улетает Остается ДДС ДДС Пытается Перелеколь Нас сбить Сбивает Рекол ДДС Не будет Здесь Нападали Видимо На кого-то Ждали Тем не менее Расправились Очень быстро Здесь рядом Остался Сайдер Убили Некса Наступили На него Как-то Поторопились Сбивать Рекол Учитывая Что непонятно Сколько людей Осталось Показали себя Ну и Наполучали Из-за этого Меркл Продолжает Фармить Похоже Листит Уже Шадо Омлет Да Действительно То есть Теперь Есть Шадо Блэйд Будет Быстрее Стрелять Больнее Плюс Будет Как Эскейп Так Инструмент Для Позиционирования То есть Он Прибегает В Инвизи Притирается Герой Прожимает Стар Шторм Там Прокает Дополнительный Луч Очень много Урона Ну и Само собой Там же Можно Попробовать Стрелу В лицо Пустить Либо Что-то Еще Такое Придумать В принципе Не самое Плохое Для Мираны Однако У нее Могут Быть Проблемы Собственно С Монополом У нее Есть Рингфак Вил Бутылка Постоянно Носит Туда Сюда И то В принципе Пока Что Полная Мана Особо Сполнение Не трась на Крипов Само собой Ни к чему Топ-тауэр Андер-атак Приходит Ява Лапки светятся Фиолетом Он купит Собернет И Уже Очень больно Наворачивает Приходит Исайдер Вышка Само собой Падает Достается Лайфстилеру А здесь По-хитрому Всех Обходят Пытались Как-то Обойти Ушли Медведь Пушит Болфейн Вылетает Ямут Есть Оркит Есть Хейст То есть Его Не убить Никак Хотя Если Заченит Зеблу Если Он схватит Траст То Погибнет Даже С Хейстом Урона Хватает От Сайлера От Иллюзии Ява Так Нападает Нападает На Аэс Он поражался Спяткерпес Тем не менее Набегает На него Ява Бремастер Добил Просто Своей Палкой Бремастер Доминейтинг Ну и вышки Разменяли То есть Поменяли Тир-2 на Тир-1 Теперь Зенит Ну HD Показывает Что они Не проще В принципе Пойти дальше Ставят Мастер Тентвард Ну и начинают Грызть Тир-3 Тауэр Надо Возвращаться Уже Команди Иначе Зенит Рискует Потерять Барак Сейчас Тир-3 Тауэр Продолжает Бить Так Стрела Пролетела Мимо Буквально Волосок Не попадает Постреливает Ява Ява Нападает На Мерку Мерку Хватили Моментально Погибает Мирана Прайма Сплит Пока что Не прожимает ДДС Пытался Проражать Получил Моноберн Теперь уже Пора Это делать Прожал Прайма Сплит На НВП Влетает Камень Доедает Тир-3 Тауэр Подкинули Мирана Мирана Выкупалась Да, Мирана Выкупалась Ну и доедает Барак Зенит Говорят Good game Лжди Отыгрались Очень быстрая игра Ну и Не пошла Не пошла игра Для Зенит Не получилось Реализовать Мирану Не получилось Не взлетело Штормспирит Просто их Продавили Моментально Они пытались Как-то меняться Вышками В итоге Поменялись так Что остались Без одной стороны На двадцатой минуте Само собой Дальше играть Смысла уже Особого здесь нет Три тысячи У Яо Здесь Ну в общем-то Все богатые Родианс У Сайлера У Сайлера Уже Витальти Бустер Было понятно Что сейчас У него появится Хартфер Тараск И с этим Воевать уже Где-нибудь Никак не смогут При всем желании То есть Лансер Если бы Лансера Не было Еще можно было Попробовать Как-то Что-то сделать Если бы Был только Ластилер Но так как Был Лансер Здесь Остается только Сказать Good Game Ну так вот Один-один Уже счет Давайте посмотрим Что будет В следующем матче Следующая игра Будет решающий Третий матч И там мы Узнаем Кто будет победителем Насколько я помню Там Дабл Эллиминейшн Сетка То есть Там еще будет шанс Вернуться Той команде Которая проиграет Так Ну и перерыв Опять 10-15 минут Достаточно долгий перерыв Джоан Лигин Давайте подождем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому